я дал ему рикошет его удара принцип защиты все тот же и если вы это поймаете вот я поймал это вот смотрите вот я его вывожу вот он клин добрый день я завгородний виктор николаевич со своими единомышленниками развиваем канал чрезвычайных ситуаций и как из них выходить я много раз говорил что мы возрастные люди мы не спортсмены хотя прошлом большинство из нас занималась спортом но прошло то время когда мы можем тренироваться по 4 6 часов в день изматывать себя и так далее поэтому рекомендую вам смотреть и изучать различные науки и слушать то что я пытаюсь до вас донести вот наука механика и биомеханика хороша чем что мы воспринимаем свое тело как одним из или многими частями биомеханических приспособлений которые есть у человека и которые подчиняются законом классической механики с учетом того что все таки мы не железные не деревянные не бетонные а живые но все таки у нас есть твердая часть это костный аппарат мягкая часть это наши мышцы и связки сухожилия и все это еще и управляется нашим мозгом вот посмотрите как знание законов биомеханики помогает в отражение атаки человека таким мы уже не раз его показывали принципом как клин вот на вас нападает человек и бьет вас вот клин вы увидели то есть я дал ему рикошет и ушел с места или с вектора направления его удара дальше что будет мы сейчас не показываем вот он открытый мы уже показывали да что человек может отдергивать руку а может акцентировать удар и удар будет вот отдерните руку да вот быстро отдернул руку и вот тот же самый клин и видите он застывает на секунды потому что нет той привычной работы мышц которая идет вначале вот себя а потом к себе просто клин позволяет вам задержать на какие-то доли секунды вот это возвратное движение или же на нем подойти к общей массе человека который на вас нападает это удар прямой который позволяет ему отдергивать руку да вот на на возврате если идет удар боковой вот идет удар боковой то быстрого возврата не получится вот видите мышцы работают вот в такой плоскости очень медленно но принцип защиты все тот же видите клин произошел клин произошел и дальше работают руки ноги все что угодно лишь бы вы не стояли мертво то есть на двух стопах а что дальше с ним делать как угодно иногда нам говорят не показываете как вывести человека из равновесия вот смотрите вот я его вывожу потому что как я уже много раз говорил удар это потеря равновесия видите масса его уходит вперед за площадь опоры если вы это поймаете вот я поймал это руками ничего не буду делать но смотрите моя нога вот это она препятствует движению или перестановки ног и теперь у меня вот этот локоть будет двигать его предплечье или плечо вот сюда а вот эта нога будет препятствовать перестановки ног его в эту сторону но мы сейчас говорим о клине да то есть вы посмотрели прямой удары я клин делал и боковой удары клин все тут же что такое клин это мы уже говорили это наклонная плоскость позволяющая скользить вектору в какую-то сторону да вот он скользит вот он скользит здесь может быть удар удар и удар это мы не смотрим но удар ногами вот удар ногами вот он клин и теперь смотрите центр масс у него здесь висит что я буду с ним делать вот выведение из равновесия мне принципе ничего не надо делать мне нужно эту ногу убрать и присесть и он человек падает то есть вы можете этой рукой да вы смотрите я клин делаю этой рукой это рука страхует и будет дальше видите что будет дальше делать подводить его компьютер под удар ногой вот вы посмотрели как это клин фигура помогает вам в какой-то схватке физической этот клин используется и в быту посмотрите коротенький 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 сюжет что такое клин в быту но опять же это только одно из проявлений клина который помогает человеку что-то делать в но будем так говорить в хозяйстве в гостях и а Вот на этом наш короткий сюжет я бы закончил. И хотел бы акцентировать внимание вас, что изучение механики, вспоминания, вернее, того, что вам преподавали в школе, возможно, в ВУЗе, а теперь преломление того, что вы можете делать в быту с этими законами и в каких-то чрезвычайных ситуациях. Изучение биомеханики, психологии, физиологии и так далее. Вот это все поможет вам подготовиться ментально. А при подготовке ментальной вы будете и себя готовить физически, понимая, что вам нужно как-то двигаться, чтобы применить, допустим, даже тот же клин. Если вы будете стоять и тупо выставлять этот клин, это вам мало поможет. Нужно движение всего тела, чтобы все степени свободы, все ваши косточки, мышцы, связки работали на вас. А степеней свободы у нас очень много. Сложение с человеком, который на вас нападает, это вообще невообразимое для многих число степеней свободы, которые может производить человек в том или ином движении при нападении, ну и при защите. На этом все. Пишите, подписывайтесь на канал. Нам нужна ваша поддержка. Если вы хотите, чтобы выходили вот эти наши обучающие ролики, пишите нам, подписывайтесь, задавайте вопросы, обсуждайте между собой, чтобы мы видели, что это интересно нашей аудитории. До новых встреч. До свидания. Крутой парень. Ты вот сюда не попай. Это не так эффективно. То есть я раз, пока она как-то сработала. То есть все нужно расчистить. Не решили. Мой больной дуб. Решили. Еще раз. Это при прямом ударе, это упражнение. Я больше, чем... Это принцип действия. То есть ты раз, два... Вот здесь опять завязались. И стала удобная рука. Я думаю, ну нога уже... Я плову. Я даже продолжу туда движение. Это сюда, продолжу. Это сюда. И ногу движу. Вот. Потому что я не разворачиваюсь никуда. И вот он все равно приходит. Я присаживаюсь, и видишь, что если он идет, он придет вот сюда. Вот он работает, смотрите. Он приходит вот туда вниз. Крупа газа. Вниз. Туда не отбиваю. Пробиваю. Туда не отбиваю. Присел. Присед, вернее. Выдох. Присед. А разворот потом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова